Сейчас я хочу вас еще раз познакомить с нашим ведущим. Его зовут Сергей Шевченко, вы его уже видели. Это без микрофона. Это доктор-отельмолог, поэт, автор нескольких политических сборников и со-автор нескольких сборников. Кроме того, он режиссер, артист, автор сценариев. Просто хороший друг и очень отзывчивый человек. Сергей Шевченко. Еще раз добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. Я приложу вашему вниманию два стихотворения из цикла, из ностальгического цикла, который называется, особенно для москвичей, очень понятно, «Понаехали». Поезд прошлого в нерасписании прибывает на станцию данность. Навалившаяся реальность вам на прочность проверит сознание. Репродуктор смущенно затеял. Больше нечем протешить внимающих. Не хребит он к выниманию встречающих. Потому что здесь нет таковых. Мирные титры плывут в новой серии, новых снов, новых слов, новых клятв, новых слов, новых снов. Но над каждой из буйных голов полыхает тавро эссерии. Вот бы дух только перевести, разгоревшись канадскими виски. Только шансов нам нет по-английски, да и здесь правильно произнести. В мирнобудничном великолепии каждый прибывший мирен и тих. Что ж охотнее берут, чем своих, кобы бывших господ из Салтепии. Опущение боль затая, шармом ловко прирученной кошки. Со столов подбираем мы крошки, наступив на согменное я. Мир оточит за каплею капля наших суетных жизней икона. Не напрасно ли вышли из лона красноперестого пентакля? И в сомнении равновеликом, в нас сомнение, как откровение, то ни чудо, ни мир оточит. Наши слезы стекают по лигам. Следующий стихотворец называется «Дрёма». Дрёма ходиками тикает в углу. Кот калачиком свернулся на полу. Я ногой кота подвину, чтобы искры от камина не прожгли в его крутом манто дыру. Тонкий кофе аромат щекотит нос. Я в нерване, как пиндос на барбадос. Гости скоро кто откуда понаедут, а покуда пылесос с ковром целуются в засос. Нежным запахом кортензии дышит сквер. Слышу голос из прихожей «Ах, муншер!» Заметалась вдруг прислуга, а дворецкий, как белуга, проревел. К вам, леди Альборола, сэр. Мысль мгновенная блеснула. Не давал. Эй, пойди, скажи мне, леди, что ослаб. Мол, прикованный к постели, пусть позвонит. На неделю снова будут дочки лорда вечный раб. Крик истошный в лямажоре. «Кошка, брысь!» Отрясован было Мурзику, кажись. Альборола собралась и укатила. Восвоясь у меня таких мамзелей, завались. А пока в борделе откроют дверь пинком, Где пыль и гам и дым стоят столбом. Погоняю чаю с гейшей, крикну к эбу. «Эй, милейший!» Отвези-ка в даунтаун с ветерком. Попродверь прошвырнуться, хорошо. Там валюты пошуршать в бутиках, чтобы за купюрой потянулся, Кошлянул и вдруг проснулся. Взгляд уперся в грязно-серый потолок. Время ходика метикает опять. Расцвело уже совсем, пора вставать. Голос хриплый, хватит глючить. У судьбы блага конючить и кота ногой несчастного пинать. Спасибо.